Сейчас мы сделаем еще одно короткое упражнение для внушения формулировок, относящихся к техникам, о которых мы только что говорили, техники управления сном, техники часов, техники управления бодрствованием и техники управления сновидениями. Мы используем метод обратного отсчета от трех до одного для погружения, только в этот раз погрузиться на альфа-уровень будет проще и быстрее. На фоне звучит тот же звук, что и в упражнении для долгого расслабления. Как и всегда, мы рекомендуем вам сначала прослушать упражнение, а затем уже выполнять его. Таким образом, вы будете знать наверняка, что будет дальше, и элемент неожиданности будет исключен. Начнем упражнение с обратного отсчета от трех до одного. Примите удобное положение, закройте глаза, сделайте глубокий вдох. А при выдохе мысленно назовите и представьте цифру 3, три раза. Цифра 3 используется для физического расслабления, чтобы расслабить тело с головы до пальцев ног всего за считанные секунды. Сейчас я направлю ваше внимание к отдельным частям тела. Расслабьте кожу головы под волосами. Расслабьте кожу головы под волосами. Расслабьте лоб. Расслабьте глаза и ткани вокруг глаз. Расслабьте глаза и ткани вокруг глаз. Расслабьте лицо, расслабьте горло внутри и снаружи. Расслабьте плечи, руки и кисти рук. Расслабьте грудную клетку внутри и снаружи. Расслабьте грудную клетку внутри и снаружи. Расслабьте бедра. Расслабьте колени. Расслабьте икры. Расслабьте стопы до самых пальцев ног. Это физическое расслабление третьего уровня, чтобы расслабить тело с головы до пальцев ног всего за считанные секунды. Сделайте еще один глубокий вдох, а при выдохе назовите и представьте цифру два три раза. Сейчас вы на втором уровне. Уровень два предназначен для психического расслабления. И на этом уровне звуки не будут вас отвлекать. Вместо этого звуки помогут вам еще больше психически расслабиться. Чтобы расслабиться психически на втором уровне, представляйте безмятежные и пассивные образы. Сделайте еще один. Еще один глубокий вдох. А на выдохе мысленно назовите и представьте цифру один три раза. Сейчас вы на первом уровне. Это базовый уровень, который вы осваиваете ради цели, любой цели, достижения которой вы желаете. Чтобы помочь вам перейти к более глубокому и здоровому уровню сознания, я буду вести обратный отсчет от десяти. По мере уменьшения цифр вы почувствуете, как погружаетесь глубже и проникаете на все более глубокий и здоровый уровень сознания. Восемь, семь, шесть, все глубже и глубже. Пять, четыре, три, еще глубже, два, один. Сейчас вы на более глубоком и здоровом уровне сознания, глубже, чем до этого. Чтобы еще глубже погрузиться в сознание и здоровье, просто расслабьте веки. Расслабьте свои веки. Почувствуйте, насколько они расслаблены. Разрешите этому чувству расслабления медленно разлиться по вашему телу ниже до самых кончиков носков. Это чувство полного расслабления восхитительно. Это очень здоровое состояние. Вы продолжите слушать мой голос и выполнять инструкции как на этом уровне сознания, так и на всех остальных, включая внешне осмысленный уровень. Это идет вам на пользу. Вы желаете этого. И это действительно так. Когда я говорю вам, расслабьтесь, все ненужные движения и действия вашего тела, мозга и сознания сразу же прекратятся. Вы полностью расслабитесь физически и психически. Мышление гения отличается от мышления обыкновенного человека тем, что гении используют больше возможностей своего разума и делают это особым образом. Вот некоторые полезные утверждения, которые можно повторять на таких уровнях сознания мысленно повторяйте за мной. Возможности. Возможности моего разума расширяются для служения благу человечества. Каждый день и во всех отношениях я становлюсь все лучше и лучше и лучше. Позитивные мысли приносят мне благо и пользу, которых я желаю. Я полностью контролирую свои способности по восприятию на всех уровнях сознания. Я всегда контролирую ситуацию. Я всегда буду поддерживать свое тело, ум и иммунную систему в идеально здоровом состоянии. Сейчас мы будем отрабатывать первую технику. Техника управления сном. Сном основывается на программирующей формулировке, с помощью которой вы можете погрузиться в естественный здоровый сон в любое время, в любом месте, без использования лекарств. Когда возникнет необходимость применить технику управления сном, погрузитесь на первый уровень с помощью метода обратного отсчета от 3 до 1. Достигнув первого уровня используйте данную технику. Через мгновение я сосчитаю от 1 до 3 и на цифре 3 сделаю щелчок пальцами. В этот момент вы представите доску для писания. В одной руке у вас будет мел, а в другой – губка, которой можно стирать написанное. Вы мысленно нарисуете большой круг в центре доски. Затем вы мысленно нарисуете большой Х внутри этого круга. Затем вы сотрете Х внутри круга, начиная с центра по направлению к краям круга, стараясь нисколько их не задеть. После того, как вы сотрете Х внутри круга, справа от круга напишите слово «глубже». Каждый раз, когда вы будете писать слово «глубже», вы будете погружаться на более глубокий, здоровый уровень сознания по направлению к нормальному, естественному, здоровому сну. Затем вы напишите большое число 100 внутри круга. Вы медленно сотрете число 100, стараясь нисколько не задеть края круга. Когда вы сотрете число 100 справа от круга, пропишите слово «глубже» по уже написанному контуру. Каждый раз, когда вы будете переписывать слово «глубже», вы будете погружаться на более глубокий, здоровый уровень сознания по направлению к нормальному, естественному, здоровому сну. Вы продолжите писать числа внутри круга по убывающей, пока не погрузитесь в естественный, здоровый, физиологичный сон. Сейчас я сосчитаю от одного до трёх. Один, два, три. Представьте или вспомните доску для писания. Представьте, что в одной руке у вас мел, а в другой – губка, которой можно стирать написанное. Мысленно нарисуйте большой круг в центре доски. Мысленно нарисуйте большой Х внутри этого круга. Теперь сотрите Х внутри круга, начиная с центра по направлению к краям круга, стараясь нисколько их не задеть. После того, как вы сотрёте Х внутри круга, справа от круга напишите слово «глубже». Каждый раз, когда вы будете писать слово «глубже», вы будете погружаться на более глубокий, здоровый уровень сознания по направлению к нормальному, естественному, здоровому сну. Напишите большое число «сто» внутри круга. Затем медленно сотрите число «сто», начиная с центра по направлению к краям круга, стараясь нисколько их не задеть. Когда вы сотрёте число «сто» внутри круга, справа от круга, пропишите слово «глубже» по уже написанному контуру. Каждый раз, когда вы будете переписывать слово «глубже», вы будете погружаться на более глубокий, здоровый уровень сознания по направлению к нормальному, естественному, здоровому сну. Теперь напишите число «девяносто девять» внутри круга. Сотрите его таким же образом. Перепишите слово «глубже». Каждый раз, когда вы будете таким образом переписывать слово «глубже», вы будете погружаться на более глубокий, здоровый уровень сознания по направлению к нормальному, естественному, здоровому сну. Проделайте то же самое с числами «девяносто восемь», «девяносто семь», «девяносто шесть», «девяносто пять», «девяносто четыре», «девяносто три» и так далее. Проделайте, пока не услышите мой голос снова. Когда вы услышите мой голос снова, один час времени пройдет на этом уровне сознания. Мой голос не потревожит вас. Вы сделаете глубокий вдох, расслабитесь и погрузитесь еще глубже, глубже, чем до этого. Продолжайте делать то же самое с числами по убывающей, пока не услышите мой голос снова. Расслабьтесь. 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 Каждый раз, когда вы таким образом будете использовать технику управления сном, вы будете погружаться в естественный здоровый сон в любое время, в любом месте, без использования лекарств. Если вы заснете с использованием техники управления сном, и кто-то позовет вас, возникнет опасность или непредвиденная ситуация, вы откроете глаза, будете чувствовать себя бодро и хорошо, здоровье будет отличным, и вы будете готовы справиться с любой ситуацией. Если вы заснете с использованием техники управления сном, то вы проснетесь в обычное или назначенное вами время, будете чувствовать себя бодро и хорошо, здоровье будет отличным. Сейчас мы будем отрабатывать вторую технику. Техника часов основывается на программирующей формулировке, с помощью которой вы можете просыпаться без будильника. Это поможет вам осознанно использовать возможности вашего разума. Для того, чтобы использовать технику часов, тренируйтесь просыпаться без будильника. Погрузитесь на первый уровень, ваш базовый уровень, при помощи метода обратного отсчета от трех до одного. На первом уровне представьте часы. Мысленно передвиньте стрелки механических часов или измените цифры электронных часов, устанавливая то время, в которое вы хотите проснуться. И скажите про себя, вот в это время я хочу проснуться, и в это время я проснусь. Оставайтесь на первом уровне и погрузитесь в сон на первом уровне. Вы проснетесь в то время, в которое хотели, вы будете чувствовать себя бодро и хорошо, здоровье будет отличным. Сейчас мы будем отрабатывать третью технику – технику управления бодрствованием. Данная техника применяется в том случае, если вам нужно почувствовать себя более энергичным или дольше оставаться в бодрствующем состоянии. Если вы сонный и апатичный и таким быть не хотите, особенно когда находитесь за рулем, остановите машину на обочине, выключите двигатель и погрузитесь на первый уровень с помощью метода обратного отсчета от трех до одного. На первом уровне мысленно скажите «Я сонный и апатичный». «Я не хочу быть сонным и апатичным. Я хочу чувствовать себя бодро и хорошо. Здоровье должно быть отличным». Затем мысленно скажите «Я сосчитаю от одного до пяти». И на цифре пять я открою глаза. «Буду чувствовать себя бодро и хорошо. Здоровье будет отличным». Медленно считайте про себя один, два, три. И на цифре три мысленно напомните себе, «Что на цифре пять я открою глаза, буду чувствовать себя бодро и хорошо. Здоровье будет отличным». Затем медленно досчитайте до четырех и пяти. На цифре пять с открытыми глазами мысленно скажите «Я чувствую себя бодро и хорошо». Здоровье отличное, самочувствие лучше, чем прежде. Четвертая техника – это техника управления сновидениями. Она основывается на программирующей формулировке, с помощью которой вы можете запоминать сны. Это поможет вам осознанно использовать возможности вашего разума. На первом этапе техники управления сновидениями вы будете практиковать запоминание одного сновидения. Вы погрузитесь на первый уровень с помощью метода обратного отсчета от трех до одного. Находясь на этом уровне, вы мысленно скажете себе «Я хочу запомнить сновидение». Затем вы заснете на первом уровне. Вполне вероятно, что вы проснетесь ночью или утром и будете помнить сон очень отчетливо. Держите под рукой бумагу, ручку или диктофон, чтобы записать это сновидение. Когда вы удостоверитесь, что у вас все получается на первом этапе, переходите на второй этап управления сновидениями. На втором этапе вы будете практиковать запоминание сновидений, увиденных предыдущей ночью. Вы погрузитесь на первый уровень с помощью метода обратного отсчета от трех до одного. Находясь на этом уровне, вы мысленно скажете себе «Я хочу запоминать свои сновидения». И я буду запоминать свои сновидения. Затем вы заснете на первом уровне. Скорее всего, вы проснетесь ночью или утром и будете помнить сны очень отчетливо. Держите под рукой бумагу, ручку или диктофон, чтобы записать эти сновидения. Когда вы удостоверитесь, что у вас все получается на втором этапе, переходите на третий этап управления сновидениями. На третьем этапе вы будете практиковать моделирование сновидения, которые вы сможете запомнить, понять и использовать для решения проблемы. Вы погрузитесь на первый уровень с помощью метода обратного отсчета от трех до одного. Находясь на этом уровне, вы мысленно скажете себе «Я хочу, чтобы мне приснилось сновидение, в котором будет содержаться информация для решения проблемы, о которой я думаю». Обозначьте проблему и добавьте «Мне приснится такой сон, я его запомню и пойму». Затем вы заснете на первом уровне. Скорее всего, вы проснетесь ночью, помня желаемое сновидение, очень отчетливо. Или проснетесь утром, помня его очень отчетливо. Вам оно приснится, вы его запомните и поймете. Каждый раз, когда вы действуете на этих уровнях сознания, вы извлекаете пользу как физическую, так и психическую. Вы можете использовать эти уровни сознания, чтобы помочь себе, физически и психически. Вы можете использовать эти уровни сознания, чтобы помочь любому человеку, который нуждается в помощи физически и психически. Вы будете использовать эти уровни сознания только конструктивно и творчески, с добрыми, честными, чистыми, непорочными и позитивными намерениями. И это действительно так. Вы и дальше будете стремиться участвовать в конструктивных и творческих делах, чтобы улучшить мир, в котором мы живем, чтобы оставить после себя лучший мир для будущих поколений. С учетом возраста, вы примите все человечество, как отцов и матерей, братьев и сестер, сыновей и дочерей. Вы – исключительный человек. Вы обладаете большим пониманием. Вы более милосердны и терпеливы. Через мгновение я сосчитаю от одного до пяти и сделаю щелчок пальцами. В этот момент вы откроете глаза, будете чувствовать себя бодро и хорошо, здоровье будет отличным, самочувствие лучше, чем прежде. Зрение, острота зрительного восприятия и слух будут улучшаться каждый раз после пребывания на этих уровнях сознания. Один. Два. Сейчас медленно выходим. Три. На счет пять. Вы откроете глаза, будете чувствовать себя хорошо и бодро, здоровье будет отличным, самочувствие лучше, чем прежде. Вы будете чувствовать себя так, как после здорового, восстанавливающего, освежающего, расслабляющего сна. Четыре. Пять. Глаза открыты. Вы чувствуете себя хорошо и бодро, здоровье отличное, самочувствие лучше, чем прежде. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова